Hello, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличнейший бой на Суперконне на карте Эль Халуф. Действительно эпичное сражение, и как оказалось, всё-таки Конь до сих пор может соперничать с Чифтейном. Но вы сами понимаете, что конкуренцию он всё-таки проигрывает. Очевидно, что Чиф всё-таки более сильный танк. Хотя, можете со мной поспорить. Но Чифтейнов-то не так много, а Суперконей много, потому что их можно прокачать. И, ну, сами понимаете, что несмотря на неравные силы, Чифтейны всё равно в большем объёме показывают хорошие результаты. Там по 10 тысяч урона и больше. Вот это я считаю хорошим результатом на 10 уровне. И первая сегодня новость заключается в том, что стали известны все танки, которые будут в фестивальной ярмарке. И, к сожалению, придётся многих игроков немножечко разочаровать. Если вы ждали там за голду какого-нибудь защитника или, может быть, ещё какой-то имбовый танк, то, увы, нет Ланцент-С за 7800 золота. Это последний танк, который стал известен в ярмарке. Такой себе танк, откровенно говоря. Ну, я даже не стал бы его рассматривать для покупки. Хотя, напишите, может быть, кому-то он нравится и, может быть, я не прав. Также напомню вам, что ещё будут в распродаже такие танки, как Лёва за 8750 золота со скидкой 30%. Гусь за 7800 золота. Ну, в принципе, неплохой танк. М41Д. Это китайский Бульдог за 6800 золота. И Рейн Метал Скорпион Джи за 11200 золота. И последний танк, ну, один из самых желанных, это Проджетто М35 МОД 46. Как вы можете видеть, ну, в принципе, годные танки ещё в наличии имеются. Напишите в комментариях, какой из этих танков вы больше всего хотели бы получить. Может быть, даже какой-то из этих танков я ещё разыграю. Кстати, в утреннем видео сегодня, 11 сентября, я объявил розыгрыш премиум танка. Так что рекомендую там перейти на это видео, посмотреть его. После того, как это, конечно, видео досмотрите до конца. Ну, и, кстати, вот победитель в прошлом видео, который смог урвать золото. Вы, опять-таки, тоже можете выиграть голду. Для этого нужно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. А также, чрезвычайно важно досмотреть это видео до конца. Ну, и спонсор данного видео ВотГолд. Тут можно выиграть разнообразные призы, премиум танки и много золота. А также тут имеется ежедневная бесплатная раздача разнообразных призов, колесо удачи, так называемое. Всего лишь нужно подписаться на группу ВотГолда для того, чтобы поучаствовать в этом съем событий. Ну, все, ребята, лето у нас закончилось. Начинается осенняя пора. Пока что еще тепло на улице. Но скоро начнет холодеть. Скоро выходить на улицы уже не так будет хотеться. Многие игроки будут часто проводить время дома, играть. И, конечно, осень и тем более зима это наилучшее время для того, чтобы Wargaming начал всякие разнообразные и действительно годные активности. Не сказать, что сейчас ничего годного нет. Ну, ПВЕ режим, Королевская битва. Тоже, в принципе, много хороших, интересных активностей. Но дальше будет больше действительно. Кстати, хочу отметить вот этот вот ход игрока, отступление его. Ну, изумительное тактическое мышление. То есть, он предугадал наперед все действия врагов, чем это обернется. И вовремя сменил позицию. Вот за такой респект нужно как бы учиться такому. Это очень действительно важно. Ну, и, в общем-то, что дальше нас будет ждать? А дальше нас будет ждать множество подарков, которые нам, правда, придется завоевать. То есть, просто так, конечно, ну, что-то, может быть, просто так, конечно, дадут. Но много, прям самое халявное, самое, вернее, годное. Просто так вам давать не будут. Нужно будет поиграть. И вот у нас недавно разработчики объявили реферальную программу 2.0. И это, конечно, означает, что нас будут ждать новые премтанки. Скорее всего, два новых премтанка в этом событии. При этом есть такая инфа, что эти танки будут совершенно новые, уникальные. То есть, специально для реферальной программы сделали два новых премтанка. На данный момент один из них, вероятнее всего, это Т-54Е2. Ну, вот сейчас на своих экранах вы можете примерно видеть, как выглядит этот танк и его ТТХ. Второй танк неизвестен. Ну, и, в общем-то, конечно, я рекомендую довыполнить условия реферальной программы первой, как бы, версии, которая сейчас проходит. Потому что уже совсем скоро, на День Танкиста, вероятнее всего, уже стартует реферальная программа 2.0. Даже сами ВГ объявили, как бы, что реферальная программа 2.0 уже скоро начнется, раньше назначенного срока. То есть, раньше, как бы, считалось, что она в октябре, 2 октября начнется, но нет. Разработчики решили, что, в общем-то, нужно уже, ну, как бы, вводить новую реферальную программу 2.0. Так как она, скорее всего, уже полностью готова, ее долгое время готовили, там, правила, все такое. Ну, потому что, очевидно, что очень много ботов в этой реферальной программе, ну, старой версии. Поэтому, видимо, хотят это искоренить. И это, конечно, замечательно, но не забудьте использовать два реферальных приглашения старой версии. И потому что потом они попросту сгорят, когда новая версия реферальной программы начнется. При этом не обязательно даже выполнять реферальную программу. Главное, чтобы вы их, ну, использовали, вот эти вот приглашения, чтобы они не сгорели. Чтобы уже потом можно продолжить, короче, выполнение реферальной программы уже, когда новая версия начнется. Надеюсь, я нормально излагаюсь, потому что сейчас реально очень жесткая жара в Москве. И вдруг внезапно в сентябре началась. А я еще без кондиционера сижу, потому что очень-очень сильно кондиционер шумит. И даже шумоподавление тут не работает. Ну, это так, к слову. Ну, и второе, это то, что, конечно же, марафон уже на подходе. Когда именно будет, вот смотрите, сейчас вот с 16 сентября до 23 сентября будет линия фронта. Потом, после линии фронта, у нас будет режим гонки танковый. Он продлится, скорее всего, ну, приблизительно с 23 по, может быть, ну, максимум там 5 какого-нибудь октября. И потом вот уже стартует, вероятнее всего, новый марафон. Скорее всего, он стартует уже с новым патчем. То есть, как раз патч 1.6.1 выйдет со всеми изменениями. И, в общем-то, ну, вместе с ним и марафон появится. Такие вот дела, друзья. Какой будет премтанк, сейчас судить сложно. Но я уже говорил примерные варианты. На мой взгляд, самый такой вот подходящий кандидат для марафона. Это, собственно, немец. Который, в общем-то, уже давным-давно обзавелся 3D стилем. Вот сейчас вы можете видеть на своих экранах, как он выглядит. Ну, довольно неплохой танк. Как по характеристикам, так и по внешнему виду. Но, возможно, что-то и другое могут разработчики завести. Конечно же, танковые гонки сами по себе могут, в общем-то, нас обрадовать каким-то сюрпризом. В виде, возможно, какого-то премтанка. Или, может быть, улучшенного оборудования. Или, может быть, бон. В любом случае, боны нам пригодятся. Потому что боновый магазин, ну, рано или поздно появится. Уж пока что неизвестно окончательно в этом году или в начале следующего года. Но он обязательно появится. Поэтому те, кто копит боны, держитесь. Не тратьте их там. Не покупайте ничего пока что. Потому что потом вы будете смеяться последними. Когда, ну, в общем-то, бонный магазин откроется с новыми годными танками. Помимо всего этого, конечно же, стоит отметить, что в линии фронта можно получить премтанки. То есть, это еще один плюс. При этом, благодаря новым резервам, которые разработчики раздают сейчас на право и на лево бесплатно. Ну, что-то продают, конечно. Можно ускориться сейчас в последних трех этапах. И добить вот эту вот линию фронта. И вытащить из нее, наконец-таки, все основные подарки. Крайне рекомендую иметь 1951. Потому что очень даже хороший аппарат. Ну, и можно, конечно, и на девятку поднакопить. Но если не хватит, можно попробовать тот же СТА-2 взять. Хоть это и не самый лучший премтанк, но все-таки премтанк. Ну, и вот такие вот, как бы, дела, друзья. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok